Всем привет, с вами Жора, и сейчас будет кое-что интересненькое. Я дам вам несколько советов, с помощью которых, возможно, вы избавитесь от заикания. Поехали! Первое. Хватит сравнивать себя с другими людьми. Ты не смартфон, чтобы тебя сравнивать с другими моделями. Ты человек, такого как ты больше нет. У тебя есть индивидуальный набор качеств, которых нет у других людей, у другого человека. Нету похожего на тебя человека. Ну, хоть обосрись, нету. Поэтому говорить, что он лучше, а я хуже, или он хуже, а я лучше. Нет. Ты не хуже кого-то и не лучше кого-то. Ты лимитированная коллекция, таких больше вообще нету. Ты экземпляр такой один или одна. Поэтому не нужно себя сравнивать с другими людьми, это только идет тебе в ущерб. Ты должен понять, что ты единственная или единственная. А твое заикание – это твоя фишка. Это никак не негативная сторона. Второе. Будь всегда на позитиве. Если в каждой плохой ситуации ты видишь положительные стороны, если в каждом говне ты видишь положительные стороны, если ко всему ты относишься с позитивом, с добром, с хохотом, тогда мир отвечает тебе тем же. И у тебя начинают происходить положительные события, в твою жизнь начинают притягиваться нужные тебе люди, которые будут стимулировать тебя на самосовершенствование. Понимаешь? Если ты будешь в депрессии, в постоянной, и он все, ну, там, понос, у меня не получается, я заикаюсь, я вот урод, я хуже остальных, ты притянешь к себе плохих людей и плохие события. Опять же, чтобы этого не было, должен быть на позитиве. Думай позитивно, смотри дебильный шоу, например, Дом 2. Я не знаю, я не знаю, что, может, посмотреть смешно. Свиньку Пеппу, ха-ха. Стаса Михайлова послушать. Кстати, это там в другом совете будет. Например, смотри, ситуация. Мама такая входит в комнату к тебе. Петя, ёб твою мать, ты когда будешь домашнюю работу делать? Быстро сделай домашнюю работу. И вместо того, чтобы говорить, «Дай, на, сейчас, сейчас посижу». Ты такой вот так вот берешь, говоришь, «Министр внутренних дел по домашним заданиям готов выполнить уроки по математике». Вот так, у меня нету шапки, к сожалению. И всё, идёшь делать работу домашнюю. Или через пять минут идёшь делать. Нужно относиться к позитивам по всему. Понимаешь? Понимаешь меня? Третье. Перестань стесняться. Мы стесняемся каждый день. Но серьёзно, тебе не надоело стесняться? Мне вот надоело. Поэтому, в чём заключается мой совет? Каждый раз, когда ты стесняешься, или у тебя какие-то зажимы, защемления, называй как хочешь. Я хочу, чтобы ты думал об одном. Человек не вечный. И когда-то все мы покинем этот мир. Надеюсь, ты понимаешь, о чём я. И поэтому стесняться чего-то глупо. Так вот, когда ты стесняешься, пожалуйста, думай о том, что ты уже старенький, тебе под 40 лет, ты там бабушка или дедушка. И вот ты сидишь там в кровати или в кресле качалки, и думаешь, блин, А ведь тогда у меня была такая крутая возможность. А из-за своего стеснения я её упустил. А ведь моя жизнь могла бы пойти иначе. Ведь смотрите, старшее поколение, оно жалеет всегда почти. Я не сделал то, я не начал учить языки. Вот я такой вот дурной был. Вот я постеснялся. Вот какой я был стеснительный. Поэтому поступаешь так. Начинаешь что-то стесняться, думаешь, так, блин, что я стесняюсь? Есть ли в этом смысл стесняться? Я думаю, что нет. Поэтому мотай на ус, пожалуйста, и вспоминай, что ты не вечен. И это стеснение может выльется в то, что ты не станешь тем, кем хотел. Понимаешь? Четвертый совет. Общайся как можно больше. За всю свою жизнь, за свои 17 скромных лет, ну я встретил человека два, которые заикаются. Серьезно. Это настолько мало, что я не знаю. Это очень мало. На самом-то деле, заикающихся людей, ну просто уйма. И спрашивается, где все заикающиеся люди? Почему, вот я, например, за 17 лет увидел только двоих? И то, один очень сильно заикался, а другой просто запинался. Где все? А я вам отвечу, где все. Первое. Человек или сидит дома постоянно, он стесняется или боится выйти просто в мир. Он боится, что над ним будут издеваться или что-то. Короче, закомплексованный человек, который просто сидит дома, боится социума. Потому что социум давит и давит и давит. И второй вид заикающихся людей, которых вот не видно, это тот человек, который вроде живет как обычный. Да, он в социуме, он ходит там на учебу, он ходит на работу. Но этот человек почти ничего не говорит. Он как бы, знаете, такой замкнутый в себе, немногословный, с неохотой начинает разговор, с неохотой отвечает. Если отвечает, то ответы односложные. Да, нет. Вот такие. Короче, заикающиеся люди, это люди такие серые мышки в основном. Потому что они боятся и стесняются своего... Своей фишки. Это фишка. Заикание это фишка, понимаешь? Нужно это вдолбить. Это не болезнь. Это не негативная твоя сторона. Это как бы плюсик такой. Ты один так заикаешься. Другой заикается по-другому. Другой там еще по-другому. Поэтому общайся как можно больше. Не нужно прятаться от этого мира. Совет заключается в том, чтобы ты общался со всем, что ходит, ползает, летает. И я не знаю, что еще. И ползет. Общайся со всем. Абсолютно со всем. И тогда ты будешь развивать свой речевой аппарат. И, соответственно, будешь избавляться от своего заикания. Если оно тебе так вот прям очень сильно мешает и ты комплексуешь. Пятое. Выходи из своей зоны комфорта. На этот отчет у меня есть любимое высказывание, которое сказал Джаред Лето. И звучит оно так. Делай сегодня то, что другие не хотят. А завтра будешь жить так, как другие не могут. Этим я ограничусь. И, пожалуйста, подумай над этим высказыванием. Оно очень сильное и мотивирующее. Шестой совет. Начни читать книги. Я до сих пор не понимаю, как это работает, но это действительно работает. Когда ты читаешь книги, где-то в голове у тебя откладывается прочитанная информация. Раньше я скептически к этому относился и не верил. Но, прочитав уже несколько десятков книг, я понимаю, что что-то реально откладывается. Моя речь стала намного чище. Меньше слов-паразитов. Мои мысли стали намного яснее, и выражаться я стал на порядок лучше. Совет заключается в том, чтобы ты читал, и читал как можно больше. Единственное, тут есть одно такое отступление. Тебе не нужно читать что-то, то, что ты не хочешь читать. Через силу. Это тебе вообще не поможет. Читай все, что хочешь. Не обязательно художка. Читай фантастику, там, психологию, сказки какие-нибудь. Анимешные книжки. Не знаю, что тебе нравится. Выбери свой жанр. Кстати, скоро я буду снимать видео о своих любимых книгах. Поэтому, чтобы не пропустить это видео, обязательно подписывайся на канал и чекай. Седьмое. Пой песни. Ни разу с 18 лет я еще не видел человека, который заикается, когда поет. Ну, не бывает вообще такого. Не бывает. Ты когда поешь, ты не можешь заикаться. А если можешь, ну, я не знаю, типа, как, такого не бывает. Поэтому, включая песни Стаса Михайлова, Ольги Бузовой, Фараона, Фейса и всех талантливейших артистов нашей эстрады, и пой. Пой во всю глотку, разрабатывай свой голос, речевой аппарат и становись лучше. Следующий совет заключается в том, что ты должен поставить камеру, вот так вот, как я это сделал, и снимать себя на видео. Можешь начать сначала с одной минуты и потом дойти до 10 минут. Просто ставишь камеру, жмешь видео и разговариваешь. Описываешь предметы всякие. Вот у меня на кровати пять подушек. И синий плед. А на мне надета красная майка. Я говорю с вами и снимаю новое видео на YouTube. А это Лев. И у него написано You can. И вот так вот разговариваешь. В чем смысл этого совета? Ты отслеживаешь свой прогресс. Сначала ты снимал вот видео такое на минуту, и ты ужасно заикался, к примеру. Ну вот вообще заикался очень сильно. А уже через неделю, через две недели, через месяц ты перестал почти заикаться. И твое заикание сошло уже на нет. И ты видишь этот прогресс. Снимай себя на видео, общайся с собой и отслеживай свой прогресс. Очень хорошо работает. Ну и последний совет. Самый крутой, самый действенный, самый рабочий. Надейся только на себя. Никто не сделает из тебя того человека, каким ты хочешь быть. Никто не хочет, никто вообще не заинтересован так сильно, как ты, чтобы избавиться от заикания. Кроме тебя это никому не нужно. Ты же заикаешься. Тебе и нужно себя наверстать вот так вот, все упущенное, да, что ты с собой не занимался. Если и занимался, то плохо занимался, раз ты еще заикаешься. Я тоже очень сильно заикался и сейчас тоже иногда заикаюсь. Но я над собой работаю. Я работаю. Я снимаю видосики. Я общаюсь с людьми. Я себя преодолеваю. Этот последний совет это просто все, что тебе нужно. Ты должен понять, что ты сам можешь сотворить свою жизнь. Никто тебе вообще не поможет. Никто, никто. Никаким советом. Даже если ты посмотришь это видео сейчас, закроешь и будешь делать какие-то свои дела, забудешь об этом видео, ну все, ты зря посмотрел тогда. Тебе нужно выполнять каждый из этих советов, чтобы добиться своей цели. Не поддавайся тем людям, которые пытаются свомить тебя под общественные стереотипы, вот растоптать. Вот ты заикаешься, значит ты чмо, там ты урод. Ты уродина, там, к примеру, не страшная. У тебя прыщ вылез. Да насрать вообще. Это мой прыщ. Я люблю этот прыщ. У меня их даже два. А у тебя нету ни одного прыща. Я лучше. Единственное наставление мое. Еще одно, последнее. Следуй зову своему сердцу. Оно точно никогда не лжет. И, конечно, применяй вышесказанные мной советы, прививай себе полезные привычки и совершенствуйся. Спасибо тебе большое за просмотр. Обязательно подписывайся на мой канал и ставь лайки. Ну а я увижу с тобой в следующем ролике. Пока. Сью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует...